Привет! Меня зовут Влад, и сегодня я вам расскажу про первый и второй законы Ньютона. Итак, начнём с первого закона Ньютона. Итак, первый закон Ньютона гласит, что тело движется прямолинейно и равномерно до тех пор, пока действие сил не заставит его изменить это состояние. Ну, казалось бы, довольно логично и понятно, но это не было логично и понятно во времена Ньютона. Итак, как это всё начиналось? Для начала, первый закон Ньютона на самом-то деле открыл не Ньютон, а Галилей. Он представил себе миску, по которой быстрее не может кататься стеклянный шарик. Если мы отпустим этот шарик, он покатится и остановится только когда достигнет другого края миски на той же высоте, с которой мы его отпустили. Давайте возьмём более длинную миску. Произойдёт то же самое. Шарик остановится на другой стороне миски на той же высоте. Итак, пока шарик не достиг другого конца миски, он движется прямолинейно и равномерно. Тогда давайте возьмём бесконечно длинную миску, сказал Галилей, у которой нет другого конца. Итак, шарик будет двигаться с постоянной скоростью, прямолинейно и равномерно, до тех пор, пока не достигнет другого конца миски, которого он никогда не достигнет, потому что миска бесконечно длинная. И он осознал, что это естественное состояние объектов. Движение – это естественное состояние точно так же, как покой. Потому что до него считалось, что всякое движение вызвано действием сил. Приведу пример. Представим себе парашютиста, который выполняет затяжной прыжок. Давайте рассмотрим, какие силы действуют на этого парашютиста. Ну, для начала, это сила тяжести, которая тянет его к земле. Сила тяжести. Ну, и во-вторых, это сила сопротивления воздуха, которая противодействует силе тяжести. Когда эти две силы равны, парашютист падает с постоянной скоростью. Ну, для парашютиста без парашюта эта постоянная скорость приблизительно равна 60 метров в секунду. Перейдем ко второму закону Ньютона. Для этого мы рассмотрим такой пример. Итак, рассмотрим велосипедиста. На него по горизонтали действуют две силы. Ну, для начала, это сила, с которой человек нажимает на педали. Мы обозначим ее Ft. И, во-вторых, это сила сопротивления. Это как сопротивление воздуха, так и трение. Назовем это F-сопротивление. Когда эти две силы равны, мы говорим, что суммарное действие этих сил равно нулю. Тогда в соответствии с первым законом Ньютона, велосипедист движется прямолинейно и равномерно. Что произойдет, если он будет сильнее нажимать на педали? Тогда Ft увеличится. Что произойдет с велосипедистом? Ну, все мы знаем, что он начнет ехать быстрее. Он начнет ускоряться. С другой стороны, что произойдет, если мы уберем силу Ft? Мы видим, что остается только одна сила, которая противодействует его движению. Это сила сопротивления. И тогда велосипедист начнет замедляться. Итак, перейдем ко второму закону Ньютона. Второй закон Ньютона гласит, что сила равна произведению массы на ускорение. Ну, все мы знаем эту формулу, она написана на всех учебниках. То есть, второй закон Ньютона рассматривает случаи, когда у нас есть равнодействующая сила. Иными словами, действие сил не уравновешено. Поэтому очень важно, я напишу здесь, что это сила равнодействующая. Имея в виду, что это сумма всех приложенных сил. И тогда логичнее записать, что ускорение равно сила делить на М. Опять же, сила равнодействующая. Когда мы записали эту формулу в таком виде, мы хорошо видим, что сила вызывает ускорение, а не наоборот. Потому что эта формула вводит в небольшое заблуждение. Нам кажется, что ускорение вызывает силу. Такого, естественно, быть не может. Когда у нас есть сила, у нас есть ускорение. Рассмотрим пример. Это автобус. Его масса 2000 кг. По горизонтали на этот автобус действуют две силы. Сила тяги двигателя. И сила сопротивления. Ну, опять же, сила сопротивления складывается из силы сопротивления воздуха и трения. Пусть сила тяги двигателя автобуса равна 3000 ньютону. А сила сопротивления равна 2500 ньютону. Итак, для того, чтобы воспользоваться вторым законом Ньютона, нам нужно найти равнодействующую силу. Итак, сила равнодействующая равна, видим, что сюда 3000, сюда 2500, значит, это 500 ньютонов. Ну, сила имеет направление, поэтому мы пишем 500 ньютонов вправо. Итак, пишем второй закон Ньютона. Ускорение равно сила делить на массу. Подставляем. Получаем 500 делить на 2000. И это равно 0,25 метров на секунду в квадрате. Итак, зная силы, действующие на этот автобус, и зная его массу, мы находим равнодействующую силу, после чего мы можем найти ускорение автобуса. Решая задачи на второй закон Ньютона, как правило, самое сложное – это определить вот эту равнодействующую силу. Рассмотрим пример. На столе лежит коробка, и на ней действует несколько сил. Ну, для начала это сила тяжести, пусть она равна 40 ньютонов. Вверх на коробку действует сила реакции опоры, которая также равна 40 ньютонов. Представим себе, что некто толкает эту коробку вправо с силой 80 ньютонов. И между коробкой и столом возникает сила трения, равная 30 ньютонов. Итак, наша задача найти равнодействующую силу, и после этого найти ускорение этой коробки. Ну, мы видим, что вертикальные силы сбалансированы, то есть они компенсируют друг друга. То есть равнодействующая сила по вертикали равна нулю. Дальше. Вправо действует сила 80 ньютонов, и влево действует сила 30 ньютонов. Соответственно, сила равнодействующая равна 80 минус 30, 50 ньютонов вправо. Тогда ускорение коробки, пусть масса коробки 5 килограмм, тогда ускорение коробки равно 50 ньютонов разделить на 5 килограмм, равно 10 метров на секунду в квадрате. Итак, мы рассмотрели первые два закона Ньютона. Первый закон Ньютона гласил о том, что тело будет двигаться прямолинейно и равномерно до тех пор, пока на него не подействует сила. Если же тело покоится, тогда оно будет продолжать покоиться до тех пор, пока мы на него не подействуем силой. То есть, первый закон Ньютона гласит о том, что движение есть естественное состояние тела, точно так же, как и покой. И чтобы изменить это состояние, нам нужна сила. Второй же закон Ньютона гласит о том, что сила вызывает ускорение. Я напоминаю, что это не просто сила, это равнодействующая сила. Итак, давайте остановимся и подумаем. Если равнодействующая сила равна нулю, тогда и ускорение тоже равно нулю. А если ускорение у тела равно нулю, это значит, что его скорость постоянно, либо равна нулю. То есть, у нас получается, что если равнодействующая сила равна нулю, то ускорение равно нулю, и тогда скорость постоянно, либо равна нулю. Так что же получается? Что первый закон Ньютона есть частный случай второго закона Ньютона, когда равнодействующая сила равна нулю. Тогда нужен ли нам первый закон Ньютона вообще? Ну, на самом деле не нужен, конечно же. Но для ученых 17 века это было таким открытием, что движение возможно без силы, то есть сила не является обязательным условием движения, что они решили оставить первый закон Ньютона. Ну, вот и все, что я вам хотел рассказать про первый и два закона Ньютона. Следующая лекция про третий закон Ньютона. Спасибо, пока.